Ученые провели опыт, что если бежать с фонариком в руках, то скорость не будет. Ага, хорошая штука. Ученые провели опыт, что если бежать с фонариком в руках, где вы бежали с фонариком в руках? Нет, вы представляете, скорость света примерно 300 тысяч километров в секунду. Для того, чтобы этот эффект был заметен, вам нужно бежать скоростью, ну сколько, ну 30 тысяч, да? Ну хотя бы 3 тысячи, хотя бы 1 процент, правильно? Чтобы заметить отличие, нужна скорость хотя бы 3000 километров в секунду. Отлично, а секунду, а что такое 3000 километров в секунду? Это всю Россию вы должны с этим своим фонариком пробежать за 3 секунды. Всю. Не в смысле Москву, а в смысле вот, понятно, да? Совсем всю, от одной границы до другой. Где вы найдете такого бегуна? Ребята, ваша проблема в том, что вы не понимаете степень точности экспериментов, которые проводит современная наука. Но давайте я объясню. То, что вы сказали про фонарик, на самом деле бежала Земля. Это действительно знаменитый опыт измерения скорости света в разных направлениях. Дело в том, что в одном из направлений, по идее, скорость движения Земли вокруг Солнца должна добавляться к скорости света, а в другом направлении должна вычитаться. Но есть одна пренеприятная черта у этого опыта. Ребята, какая примерно скорость движения спутника по орбите? Сколько примерно километров в секунду? Да? Нет, никогда. Спутник. 50 тысяч километров. Он бы вокруг Земли за секунду бы крутился, если бы он давал 50 тысяч километров. Да? Да. Земля, по части, Солнца, скорость 30 километров. О! 30 километров в час? К секунду все-таки. Действительно, спутник это порядка 8 километров в секунду, там 7-8, Земля порядка 30. А теперь вопрос. 30 километров в секунду и 300 тысяч километров в секунду. Как эти два числа соотносится? 30 и 300 тысяч. Отличие на 4 нолика. Одна десятитысячная. Ребята, это не один процент. Один процент это одна сода. А это процент от процента. Нужно было научиться измерять величины с точностью одна десятитысячная. И это умели в начале 20 века. Скажите, пожалуйста, есть ли в этой аудитории прибор, хотя бы у кого-нибудь из вас сейчас, который отсчитывает миллионную долю секунды? Миллионная доля, это не в смысле сказать, я умею отсчитывать миллионную долю. Это в смысле, чтобы действительно было у вас свойство какое-то. Так, человек, кстати. Какую долю секунды способен реально отсчитывать человек? Секунду. Миллионную долю секунды. Миллионную долю. Миллионную долю, тысячную долю. А что у меня там стоит измерение времени для удобства пользования, что называется, 25 в долях. В принципе, человек более или менее способен как-то отследить. Меньше уже абсолютно нереально. Нет, при этом расследиться потребует от меня, когда я нажал кнопочку на такой же 25-й доле, совершенно невозможно. То есть, ну, человеческая реакция порядка трех секунд. Чтобы что-то от 25-й доли секунды, это, на самом деле, очень мало. И это, безусловно, что называется, человеческая реакция нам слабее. А нужна мне сейчас миллионная? Итак, кто поднял руки, что думают, что у них есть устройство на миллионную доли секунды? Отлично. Говорите, какое устройство? Телефон. Телефон. А зачем ему миллионная доля секунды? И как вы можете объяснить, что он ее понимает? Говорите, что телефон. Слушайте, показываете мобильный телефон. А как вы можете убедить меня в том, что он понимает миллионную долю секунды? Так. О, отлично. Выходите, быстрее. Может быть, где-то есть атомные часы, которые размеряют очень точно в секунду? Вопрос. А зачем они нужны? Действительно, есть такой проект, часы, которые очень-очень точно размеряют время. Кстати, как они работают, я не знаю. Вопрос. А вот важно, что они есть. И это стоит довольно больших денег. А зачем они нужны? Да. А зачем? А зачем, если я своим сознанием даже двадцать пятую долю секунды не успеваю отметить? Мне для повседневной моей нормальной жизни нужны интервалы времени порядка секунды-двух секунд. Все, что точнее, я просто не успеваю заметить. Да. Для людей, которые очень важны, которые не спешат, они делают много дел и много раз. И они работают с темпом одна миллионная доля секунды. Глупость эта. Говорите, зачем им это отличное поделать? Не знаю, задейтесь. Так, ваше место. Если вы собираетесь точно измерять скорость света, то вы что, собираетесь за ним гоняться, что ли? Вы собираетесь в одном месте замерить время, после этого не спеша перейти к другому и спросить, а здесь свет не пробегал? И спросить, сколько тут сейчас времени по точным атомным часам? Так ладно, вы будете переходить с одного места в другое с точки зрения света настолько медленно, что он вас не дождется. Понимаете, измерять скорость черепахи вы можете. Посмотреть, вот она отсюда поплыла, быстренько перебежать в другое место и посмотреть, вот когда она сюда доплывет. Понимаете, когда вы измеряете счету скорость, вы должны быть более быстрым, чем тот объект, который вы измеряете. Да? Это светлое. Атомные часы начинают зачерк, но в тот момент, когда человек разрезается. Атомные часы начинают, если они начнутся, и в тот момент, когда человек разрезается. И останавливается, когда первый патон дойдет в атомах, то может точно вырезать, который уже пошел в это состояние. Отлично. Ребята, этот эксперимент по своей сути абсолютно неправильный. Объясняю почему. Когда у вас лампочка посылает эти самые свои патоны, она должна включаться, правильно? Отлично. Сколько примерно времени лампочка включается? 50. Сколько? 50. Более или менее секунды. Вы правы. Хорошо, у вас суперсперестная лампа. Пусть она включается сотую долю секунды. Согласитесь, быстрее включить лампочку невозможно, правда? Отлично. Сотая доля секунды. 0,01 секунды. Какое вы собираетесь поставить расстояние между лампочкой и экраном? Километр. Километр. Нормально. Нормально. 1 километр. А теперь внимание. Свет движется со скоростью чуть меньше, чем 300 тысяч километров в секунду. Когда вы умножите, это фактически на 100 разделите. Во время включения лампочки расстояние 3000 километров. Какое измерение вы собираетесь сделать на расстоянии километров? Если у вас погрешность включения лампочки, это 3000 километров. Вам нужно, чтобы экран от лампы был удален ну хотя бы на 10 тысяч километров. Лучше на 100 тысяч километров. Но видно ли тогда будет эту лампочку? Не видно. Господа, на самом деле такие измерения от скорости света действительно проводились. Первый раз, что называется наглядно, они были проведены когда? Когда лампочка долетела до луны. Там было поставлено зеркальце, уголковое отражатель. С земли пошел луч. Не обычная лампочка лазера. Ну это же технические детали. Он действительно был отражен и действительно таким способом измерили расстояние на луну. Но! Маленькая проблема. Если будете пытаться вот таким наивным способом, то погрешность будет совершенно чудовищная. Еще и вот почему. Вы сказали, что они должны быть соединены. Да они сейчас? Соединены. А если мы уже договорились, что здесь должно быть сколько-то там десятков тысяч километров, то они должны быть соединены таким проводом. А по нему свет тоже пойдет. И здесь тоже ему надо будет время потратить. Понимаете? На самом деле это правильное слово, что мобильный телефон способен отмечать миллионную долю секунды. На самом деле он способен отмечать даже не миллионную долю секунды, даже серьезнее. Я это сейчас вам очень легко могу объяснить. Господа, кто-нибудь из вас делал дело с тем, что называется систему позиционирования, GPS. В машине кто-нибудь ездил с такой штукой, как навигатор? Да! Отлично! Видели, да? Замечательно. А теперь вспоминаем. Какую примерно точность дает навигатор? Однадцать месяцев. А? Однадцать месяцев. Нет. Вот и вы едете по улице. Он показывает положение вашей машины на сколько точно? Да. Сколько? Сколько? Около пятнадцать дней. Около пятнадцать дней. Около пятнадцать дней. Около пятнадцать дней. Может и лучше. Военные умеют при помощи той же самой системы вообще доставлять ракеты, чтобы убрать там, да, непосредственно в цепь. То есть навигатор дает точность действительно несколько метров. Ну хорошо. Даже предположим, что навигатор дает точность десять метров. Кто из вас, здесь присутствуют школьники, да? Кто из вас может примерно объяснить, как работает навигатор? Так. Ну давай. Связь со спутником и спутником. Что такое связь со спутником? Ну, спутником определяет местоположение, это конкретно цель. Ну, не цель, а все, не машина. Цель, это когда вас стреляет. Цель спутника. Так. То есть спутник, там стоит какой-то компьютер, и он, вы ему посылаете сигнал, да? И он карту узнает, где вы находитесь. И он вам присылает ваши координаты. Отлично. Ваш версия. Следующий. 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 Путник дает сигнал, где ты находишься. А кто он это знает? Помощь сигнала. Помощь сигнала. Следующий. Ребята, это главная вещь. А вы же этим можете. А никто вообще не знает. Телефон дает сигнал, спутники смотрят всю планету, находит сигнал и показывает место. Откуда спутник знает, где вы. Смотрите, пожалуйста. Над Москвой лишь летит спутник. На самом деле, в норме над Москвой этих самых GPS спутников летит не один, а чуть больше. Но в любом случае их не будет. Их летит там три, четыре, максимум пять. Скорее всего, скорее всего, три, четыре. Откуда из миллиона московских машин пришел сигнал с Московской улицы? Откуда спутник знает, какая машина? Неужели вы всерьез считаете, что где-то в Америке высчитывают, и вот вон та вот машина, которая вот там красная с черненькой полоской, не может спутник это узнать? Скажите, пожалуйста, а для того, чтобы сразу с сотни тысяч московских машин, вы представляете, какая должна быть вычислительная мощность у спутника? Фантастически. 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 Вы никогда не пытались говорить с двумя ребятами? Пытались. Пытались. У вас даже не получалось? Да. А с десятью? Нет. А с сто тысяч? Сто тысяч. С сто тысяч. С сто тысяч человек, и с ними надо одновременно говорить. И каждому, чтобы не перепуталось, надо сообщить его координаты. А для этого их надо вычислить. Это не просто нерешаемая задача. Это невозможно абсолютно. Сколько вы туда спутников не пошлёте, это невозможно абсолютно. Какие-нибудь компьютеры люди обучают? Но люди отвечают к спутнику, а у тебя нет? Да если вы ему просто крикните привет, и это сделают сто тысяч машин. Оглохте. Он просто оглохнет сразу. Попейте. Эти петель. Геннадо писал, сколько кто? Синамер. 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 Утиряет мистов. Твоё мистоположение. Как? Как она может определить? Под углом. Под углом. Откуда вы узнаете, под каким углом идёт радиоволна? Да. Радиоволна распространяется во все стороны. На ней не написано, откуда она выпущена. Да. Синамер. 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 Машу обычно костоят. Значит, скорее всего они там, значит это и буду вещать. Ребята, этих агентов 007 потребовалась бы такая куча. Представляете, да? По всей Москве бегают агенты 007, докладывают, куда пошла тётя Маша, куда пошёл гядя Масин, ещё это идёт в центр, а там всё это просчитывают бред абсолютно. Возвращается в базовой станции, которая близость к окне. Возвращается в базовой станции, которая близость к окне. В базовой станции сообщает это на основной тарелке. То есть, если я не заплачу вовремя за мобильный телефон, то я не смогу работать с GPS-намикатом. Ребята, чушь-абсолюция, это независимая система. На самом деле, то, что он сказал, что есть такое понятие «ближайшая базовая станция». Это правда. Кстати, поэтому довольно легко отследить у любого человека, у которого есть в кармане мобильный телефон. Потому что, действительно, он подключается, ну, обычно даже не к одной, а к нескольким ближайшим базовым станциям. Там есть алгоритм, по которому происходит переключение, какой ближе и так далее. Маленькая проблема. То, что вы знаете ближайшую базовую станцию, дает точность не 10 метров, а, скорее, километров или несколько. Понимаете, ближайшая базовая станция, она расположена не на нескольких метрах от вас, а на расстоянии, измеряемых сотнями метров или даже больше. Поэтому, от того, что вы знаете ближайшую станцию, вы не получите нужную точность. У Земли есть магнитное поле. Если вы приемное GPS устройство повернете, по отношению к магнитному полю оно совершенно изменится. И, соответственно, оно даст вам мгновенно другие координаты. В его теории, если все отсчитывается от магнитного поля Земли, то, проезжая около какой-нибудь железяки, вы должны резко менять показания своих координат. А уж если ваша машина повернулась на сколько-то там градусов, ну, например, поехала на подъем или на спуск, или просто повернула влево или вправо, то показания должны меняться самым решительным образом. Вообще-то, ничего подобного не происходит. Если эта база данных зарегистрирована на Оренбукшскую область, то независимо от того, где он получил сигнал, он так и пишет «Вы в Оренбуде». А если эта машина, скажем, зарегистрирована на Италию и приехала сюда, то упорно ей будет объяснять, что вы в Италии. Не бывает такого. GPS дает настоящие координаты. Все, спасибо за это. Ребята, заметьте променок. Вообще-то, вы этим. Больше половины из вас понимаете, что вы этим пользуетесь. При этом у вас нет абсолютно никакого представления о том, не только как это сделано, что называется, физически. Это я готов простить. Ну да, действительно, там только высокие технологии, все это сложное и так далее. У вас нет даже принципиального представления о том, как это могло бы быть сделано. Потому что вся эта идея, что бегом тысячи шпионов по Москве, или что есть там эти базы данных, это, конечно, абсолютное чушь. Разумеется, если бы спутник должен был вести переговоры с сотнами тысяч объектов, то он бы не справился. По той простой причине, что в космос очень трудно вообще запускать тяжелые объекты. Спутник не может общаться с большим количеством объектов. Просто у него не хватило бы энергии. Он не смог бы выводить такое количество объектов, потому что на самом деле на обработке любого сигнала, разумеется, нужна энергия. Поэтому все, что делает спутник, это он летит и передает некоторый сигнал. То есть, он летит спутник, и все время повторяет, вот что он повторяет, вы сейчас поймете, но повторяет более-менее одно и то же. Повторяет, повторяет, повторяет. И другой спутник летит, и тоже что-то повторяет, повторяет, повторяет. И третий спутник летит, и тоже что-то повторяет. А ваш безделью эти сигналы действительно получает. Казалось бы, зачем мне знать сколько времени, причем непременно в исполнении нескольких спутников. Мы должны сами тоже знать, сколько сейчас времени. Нас интересует разница в том, сколько нам говорят, и на самом деле, какое сейчас время. Есть спутник. Вот есть ваша машина. Когда спутник сообщал вам, сколько времени, то он был от вас на некотором расстоянии. И сигнал должен был это расстояние пройти. Когда другой спутник сообщает вам, сколько времени, он тоже находится на некотором расстоянии. И сигнал должен был это расстояние пройти. Казалось бы, ну и что? Ну знаю я, что сигнал прошел до меня столько-то времени. Да. Таким образом мы понимаем, на каком расстоянии мы находимся от спутника. Если вы знаете точное положение спутника, и вы знаете, в какой точный момент времени он выпустил этот самый сигнал, то вы тогда на самом деле знаете, что вот от этой точки вы находитесь на некотором расстоянии. То есть возникает такая сфера, на которой вы находитесь. Вы знаете, где этот спутник находится, возникает другая сфера. Пересечение двух сфер это на самом деле окружность. Ну вообще-то вы твердо знаете, что это поверхность Земли, поэтому по большому счету этого должно хватить. Но лучше для надежности три спутника, а еще лучше четыре. Потому что тогда вы получаете пересечение большего количества этих сфер, и соответственно точность измерения увеличивается. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, для того, чтобы эта система работает. Вам нужно идеально точное измерение координат этого спутника. С точностью до нету вы обязаны знать, где спутник. И, что гораздо страшнее, ошибка в измерении времени должна быть такая, чтобы тоже навести ошибку в измерении координат типа метра. А давайте считать, за какое время у вас проходит свет один метр. Давайте считать. Для этого нужно один метр разделить на 300 тысяч километров. Но вообще-то километров – это тысячи метров. Господа, вы получаете потрясающий ответ. Ваше ЧПС-устройство обязано даже не миллионную долю силы. Оно обязано распознавать 300 миллионную долю силы. Это ваша маленькая коробочка, которая, вы думаете, что можно только гвозди забивать там, или там, я не знаю, покладить что-нибудь, да, способна распознать одну 300 миллионную долю. То есть сейчас в раскрежении огромного количества людей находятся приборы, которые живут в темпе, которые вам даже представят, возможно. 300 миллионов, да? На самом деле, вот и слышали, есть такая штука – гигагерц. Замечательно. Кто знает, что такое килогерц? Это тысяча колебаний в секунду. Кстати, у обычного электрического тока сколько колебаний в секунду? Нет. Обычный электрический ток, в каждой квартире, это 50 герц. 50 колебаний в секунду. Тило-герц – это тысяча колебаний в секунду. Мега-герц – это сколько? Миллион. Миллион. А после мега идет что? Гига. Гига. Гига – это сколько? Миллиарды. Если вы посмотрите технические данные своего компьютера, то, скорее всего, вы того обнаружите, что этот компьютер с тактовой частотой… кто не помнит наизустью своего? Да? Два гига-герца. Два гига-герца. Что это значит? Ваш компьютер работает… Успевая отсчитывать два миллиарда тактов за одну секунду. Понятно? Два миллиарда. Кстати, у нас получилось два гига-герца. Это на самом деле интересно. Дело в том, что есть еще одно вычисление, которое страшно интересно. И я бы все забыл бы задуматься на них. Итак, 300 тысяч километров, то есть 200 миллионов метров. Давайте разделим на 2 гига-герца. Так, что будет 2 гига-герца. Это фамилиарно. Так, кто знает, что тулись вращается? Все знают? Да. Замечательно. Получилось, знаете, сколько? 3,20 чего? 3. Метра. А что такое 3,20 метра? Метра. Да, по поливам. Это 15 сантиметров. Ведь для того, чтобы ваш компьютер работал, эти самые электрические поливания, которые 2 гига-герца, должны быть где-то внутри вашего компьютера сотни, согласно? Они должны дойти до вашего процесса. Должны пройти через этот самый процессор. И там должно что-то такое пересчитаться. Все понимают, почему 20 этих самых гига-герц это совершенно трудно для тебя. Потому что тогда размер зоны, которую успевает проявить свет за этот день, был бы не 15 сантиметров, а 1,5 сантиметра. А может ли создать компьютер, который весь, со своим преобразователем, со всем-совсем-совсем-совсем, со своим процессором, весь бы помещался на площадке в 1,5 сантиметра? Нет, может быть, не можно, но дальше написали же, правда? Совсем есть компьютер на площадке, когда они не будут. То, чтобы все помещалось в 15-сантиметровый зонт, вот современные инженеры создали. 2 гига-герца это абсолютно реальность для личных компьютеров. И заметьте, насколько близка современная техника к пределу возможностей. Поэтому, может быть, кто-нибудь знает, есть компьютеры двухъядерные, четырехъядерные. Понятно, да? Даже восьмиядерные и так далее. Почему это важно? А потому что, когда у вас много этих самых ядер, то в некотором смысле вычисления у вас распараллелироваются, и, соответственно, и там считают, и здесь считают, и на этом ядре считают, и на этом. И у вас вот эти страшные проблемы, что электрическое колебание должно последовательно пройти через все-все-все. Не возникает. Оно просто отдельно идет через каждое ядерное. Так, ну ладно. Это я считаю, что немножко объяснил. Кстати, все знают, что вы сейчас находите в здании, где расположен суперкомпьютер Московского университета. А вот знаете, когда вы выходите, совсем близко здесь стоят на улице такие шкафы и жужжат. Видели? Так вот, это воздушное охлаждение. На самом деле, у самого компьютера охлаждение жидкостное. Поэтому оно охлаждает охлаждение компьютера. И вот один из этажей этого здания... Кстати, у нас как раз была лекция, приходил человек, просто подробно рассказывал, поэтому, если интересно, можете просто зайти посмотреть эту лекцию. На сайте Маломых Мат, есть раздел Виктории, в разделе лекции, там, ну что ли, ну да, так и сказать, да, там, компьютер, и вот, и, соответственно, из-за того, что подробно показано. Так вот, ребята, современные суперкомпьютеры вот эту проблему, вот эту проблему решают следующим способом. Компьютер состоит из десятков тысяч, а иногда сотен тысяч, а иногда даже миллионов отдельных, маленьких процессоров. И чаще всего в суперкомпьютерах используются самые обычные процессоры, отработанные, надежные, и, соответственно, объединяя сотни тысяч, миллионы отдельных процессоров в большую сеть, вы решаете вот эту проблему. Вы решаете вот эту проблему. То, что если бы вы попытались сделать одну большую схему, то у вас бы просто тот не успел пройти. Вы не смогли бы сделать большое количество колебаний за секунду просто из-за того, что свет не успевает пройти. Так, самое интересное я не рассказал. А именно, я вам не рассказал, как в свое время вот это самое число 300 тысяч километров было найдено. Дело в том, что это все замечательно, из него, так сказать, выводить всякую информацию. Но ведь в какой-то момент оно было посчитано. Так вот, пожалуйста, в Википедии зайдите, или у человека в визге возьмите что угодно, но знайте, потому что там совершенно потрясающая история. Оказалось, что первое измерение скорости света было выполнено при помощи астрономических наблюдений за спутниками.